Витископ Разочарованием года лично для меня стала команда Lotus. Огромным разочарованием по одной простой причине, потому что в прошлом сезоне финансовые проблемы, мы о них знали, но я не думал, что все будет настолько плохо. Команда, она просто провалилась. Мне кажется, даже те очки, которые она завоевала, это больше из разряда, наверное, чудо, потому что, по-хорошему, она должна была быть на одном уровне с Заубером. Ноль очков. Ну, и по-сутю, вона позбулася статусу заводської команды Renault саме в цей сезон, коли стало зрозуміло, що їхня суперконцепція Баліду и те, что сама компанія Renault распределила на четыре команды свои силы и побачила, что только за Red Bull они могут тесно współпрацювать, насягать прогрессу, они забили на Lotus. А когда еще влитку стало известно, что Lotus переходит на Mercedes, то и оновлень, то и каких-то даних инсайду не было для них. Ну, и вот эта реакция Грожана, ты помнишь, на один из последних гонок, когда он во время квалификации кричал просто по радио по поводу того, что мне все равно, мне все равно, у мотора нет мощности, там пытались хоть как-то оправдаться инженеры, он сказал, I don't care, мне все равно, это реально был крик такой, крик отчаянья, и вот это очень много в чем характеризовало ситуацию в Lotus в этом году. То есть нет фидбэка между пилотами и инженерами, то есть даже до таких мелочей, то есть не просто, что там технический штаб не построил машину, то есть инженеры не умеют с ней работать, они не понимают, то есть по каким причинам машина ломается и что с ней вообще происходит. Для меня разочаруванием року став Кимі Райкен. Не те, чтобы я не чекал цього, я не чекал настільки провального року від нього. И зрозуміло, что супернство за Лонсо, оно не могло бы быть простым для Кимі, але те, как он повернулся после ралли, давало надею частини оболювальников, что Кимі еще той, еще он может. Кимі показал, что он очень слабко адаптуется, Кимі был самый слабший напарник за весь пилотон, он програв в середине, в каждой квалификации по полу секунды Алонсо. Не програв так никто никому в этом пилотоне. И он постоянно говорил про одни и самая проблема, они шукали решение, десь находили, но только в случае, когда была мягкая гума и когда траса ему немного подходила. То есть Кимі плыв за течею весь сезон, когда она его выносила, столько очек он набирал. Я думаю, для чемпиона света этот год, это самый слабший год за всю его карьеру в Формуле-1. Ну и халатность. Мне кажется, что Кимі тоже не проявлял… Сильверстоун? Сильверстоун – это как лакмус был, он показал вот эту халатность. То есть мы же многого не знаем, но лично мое впечатление, что эта халатность, она существует в принципе в отношениях с командой в плане подхода к настройке болида. Потому что все мы знаем, сколько Олонсо находился в Феррари, все мы знаем, как Олонсо постоянно… Он там чуть ли не ночевал с инженерами в боксах, в попытках настроить, найти какой-то правильный идеальный баланс, хотя бы более-менее идеальный баланс для этой машины. О таких вещах со стороны Кимі Райканена мы не слышали. И тут я тоже частично с тобой соглашусь. Среди пилотов это однозначно самое большое разочарование. Ну, я хочу додам, что… Багато хто думает, что это миф навколо Кимі Райканена, что он такой. Его фидеотерапевт Марк Арнелл в последнем интервью подтвердил, что Кимі після каждой гонки просто хочет все забути. И думать уже про наступный векенд, або про что-то другое. Для Формулы-1 это занадто, мабуть, аматорский подход. Для современной Формулы. Для современной Формулы. Дуже много дребниц, которые влияют на результат. Так не можно. И нужно разбирать все. Мабуть, Кимі забагато. Забагато информации, где пока что есть современная Формула-1.